всем привет вы снова на канале у еленки и сегодня я буду отвечать на вопрос девчонок которые увидев в наборах для вышивания бисером фразы о том что не нужно делать протяжки на своих вышивках испугались и стали задавать вопрос как же этого избежать и что протяжки это плохо протяжки как правило делаются на вышивках которые нанесены на ткань где здесь рисунок потом промежуток какой-то дальше рисунок который отшивается бисером и есть промежутки которые не вышиваются да соответственно нужно имеющиеся нить протянуть от одного угла к другому и это уже называется протяжка значит что в таких случаях делаю я я делаю протяжки но протяжки делаю правильно значит как это обычно происходит допустим да у меня имеется рисунок здесь я его уже начала вышивать и через какое-то расстояние у меня имеется продолжение рисунка этот участок у меня не вышивается он пуст значит я вышиваю вышиваю до нужного момента закончила и ниточка у меня осталось как бы еще в рвать ниточку отрезать жалко потому что ниточка стоит денег тем более для вышивания бисером ниточки ну не дешевая будем говорить да и просто так их выбрасывать жалко значит протягивая свою не протяну бисеринка узенькая не хочет ко мне беру другую протяну значит протягивая свою иголочку вниз протянула вот она моя отшитая бисеринка моя отшитая специально взяла черную ниточку чтобы вам было видно после этого в клеточку не насквозь я немножечко как бы закрепляю ниточку у вас это будет ткань поэтому вы немножечко маленький стежочек делаете под бисеринку ни в коем случае не делайте стежок так чтобы он был у вас через полу вышивки чтобы его было видно это маленький еле заметный стежочек для чего он делается для того чтобы ваша бисеринка прикрепилась видите и не болтается она у меня с этой стороны она мне четко и ровненько прикреплена но здесь они немножко шевелятся потому что они отдельные а так видите чтобы она не отвалилась в процессе работы закрепила тяну свою ниточку к тому участку где я буду вышивать значит если у вас имеется флизелин часто работы бывают проклеены флизелином можно провести эту ниточку под флизелином аккуратненько между основной тканью и флизелином протянуть ее так чтобы ее не было видно но если ткань тонкая флизелина не имеет и сами вы не проклеивали протягиваем свою ниточку до нужного участка мой импровизируемый будет вот здесь продеваю ниточку туда где начнется мой рисунок где я буду вышивать беру необходимую мне бисеринку и начинаю с первую вышивку пришиваю бисеринку возвращаюсь на изнаночную сторону есть до пришила что я делаю моя ниточка не должна болтаться вот так потому что если она будет болтаться она будет мешать вам в процессе вышивки дальше я ее не натягиваю но натягиваю правильно не вот так когда ваша вышивка загнется и не будете знать что с ней делать не натягивайте ее даже чуть-чуть чтобы вышивка ваша не морщила здесь она должна быть свободном полете вот но при этом не висеть как супелька закрепляю под этой пришитой моей бисеринкой проверяю чтобы бисеринка держалась тут ровненько пальчиком ее держу опять таки вот подтянула ниточку насколько это возможно просто на ткани немножечко закрепляю как бы свой стежочек зачем это дело опять таки для того чтобы закрепить свою первую бисеринку и дальше начинаю свой процесс вышивки в том же порядке как и планировалось таким образом я буду совершать все свои протяжки которые мне необходимо даже если их нужно будет совершить потом в другом направлении бывает так что тут пять бисеринок вышел и нужно опять двигаться беру и опять-таки точно таким же образом пришила там в нужное количество бисеринок закрепила вышивку натянула ниточку первую бисеринку взяла пришила с этой стороны и поехала дальше вот таким не простым нехитрым способом до простым я боюсь протяжками как бы ничего сложного но и вроде бы как просто и не тратится ваша ниточка подписывайтесь на мой канал пишите мне в комментариях какие знаете способы борьбы с протяжками вы до новых встреч пока пока